Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Истина в цифрах. В горосполкоме подвели итоги социально-экономического развития города за квартал. Динамика неплохая по городу Бобруйску. Обеспечено выполнение трех из трех доведенных целевых показателей. Как сработал промышленный сектор. Без шансов. На Форштадте в огне погибла пенсионерка. По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Кого еще не пощадило пламя. От всей души. Белорусский детский фонд проводит акцию «Сады добра». Это уже даже маленькая традиция, потому что была у нас такая идея несколько лет назад. Что передали в дом семейного типа. А также радиационная обстановка, скорая помощь и патрульный экипаж. ГАИ усиливает контроль на дорогах. С чем это связано? Средняя зарплата, положительная динамика, объем экспорта товаров. В Бобруйском горосполкоме подвели итоги социально-экономического развития города за квартал. Производственный сектор прирост на 20%. О чем еще шла речь, знает Татьяна Горбач. Перспективные инвестпроекты, заработная плата, экспорт товаров и услуг, доходы и расходы. Основные тезисы заседания горосполкома. Здесь подвели итоги социально-экономического развития города за квартал. Несмотря на санкционное давление, промышленный сектор сработал на отлично. Темп роста объемов производства – 120%. Для итоги необходимо отметить, что экономика города продолжает демонстрировать постановительную динамику. Зарплата за три месяца возросла от 2397 рублей, а в том числе за марк более 1450 рублей. Совокупное поступление доходов увеличено более чем на 17%. В экономику инвестировано более 65 миллионов рублей. Промышленность Бобруйска обеспечила четверть объемов всей области. Продукции произведено на 723 миллиона рублей. 80% предприятий города сработали на все 100. В числе лидеров – ТДИА, ТАИМ, Бобруйск, Сельмаш, Белшина, Беларусь-Резинотехника, Бобруйский Бровар, Оазис-Групп, Славянка, Регион-Продукт, завод растительных масел, типография имени Непогодина. Зарегистрировано 25 новых предприятий. Тут я чуть подробнее остановлюсь. Считаю, необходимо отметить, что в структуре вновь зарегистрированных предприятий произошли определенные позитивные изменения. И сейчас каждое четвертое зарегистрированное предприятие относится к производственной сфере. А еще год назад их было порядка 11%. В сфере внешней экономики тоже наблюдается положительная динамика. Объем экспорта товаров – 73,5 миллиона долларов, услуг – 2,8. Качество Бобруйской продукции оценили в 45 странах мира. Среди них Казахстан, Израиль, Турция, Афганистан, Иран, Ирак, Вьетнам. Основным торговым партнером по-прежнему остается Россия. За первый квартал отгрузки в страну-соседку увеличились на 16%. Если говорить о выполнении прогнозных показателей, то в целом динамика неплохая по городу Бобруйску. Обеспечены выполнение трех из трех доведенных целевых показателей и пять из восьми дополнительных показателей. Вместе с тем мы понимаем, что определенные вопросы, они имеются. За три месяца в городской бюджет поступило 99 миллионов рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее. Рост платежей обеспечен практически всеми градообразующими предприятиями. ИП уплатили налогов почти в полтора раза больше, чем в первом квартале 2022-го. 80% направлено на социальную сферу. Доходы, полученные в отчетном периоде, позволили профинансировать бюджетные обязательства в запланированных объемах. Просроченной задолженности посредством бюджета на 1 апреля не имеется. На расходы бюджета направлено 96,4 миллиона рублей. Кроме экономических вопросов, на повестке дня было и развитие туристической сферы. Неповторимый колорит, чистота и безопасность города на Березине привлекли множество гостей. Только за прошлый год Бобруйск посетили почти 8 тысяч иностранцев. Экспорт услуг свыше 1 миллиона 280 тысяч долларов. Это на 32% больше, чем в 2021-м. Наиболее востребованным стало лечебно-оздоровительное направление. В Бобруйске за один день произошло два пожара. В первом случае огонь унес жизнь пенсионерке, во втором не пощадил имущество. Сообщение на пульт МЧС поступило 20 апреля. В четвертом часу дня тревогу подняли прохожие, которые заметили дым из окон пятиэтажки на Семенова. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили сильное задымление. В это время в помещении находился 70-летний мужчина и его 73-летняя жена. Выбраться из квартиры пострадавшему помогла соседка. Спасти же супругу хозяина не удалось. Специалисты сейчас выясняют причины возгорания. По предварительной версии основное – неосторожное обращение с огнем. Следственной оперативной группой проведен осмотр места происшествия. Опрошены соседи погибшей. Назначено проведение пожаротехнической и судебно-медицинской экспертиз. По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В этот же день в этом же районе очевидцы сообщили о пожаре жилого дома. По прибытию подразделения МЧС постройка вовсю полыхала. По словам соседей, внутри находился человек. Хозяин дома госпитализирован с ожогами 1, 2, 3 степени 23% тела. В результате уничтожена кровля, веранда, повреждено имущество. Причина устанавливается. Квартирный вопрос, чистая экология и опасный жук. В Беларуси активизировались клещи. Как себя обезопасить? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Почти 9 тысяч новых квартир построили в стране за 3 месяца. Около половины жилья для нуждающихся. Всего ключи в 2023 получат более 6 тысяч многодетных семей. В планах нарастить возведение арендного жилья. Крова для военнослужащих и приравненных к ним лиц. В сельской местности введено в эксплуатацию 348 тысяч квадратных метров или 40% объема по стране. В ближайшие дни на дорогах страны будет усилен контроль за соблюдением ПДД. Особое внимание – места массового скопления людей. Под взором – водители в состоянии алкогольного опьянения и бесправники. К рейду в Могилевской области подключатся экипажи специального подразделения «Стрела». Госавтоинспекция призывает в избежание заторов вблизи кладбища соблюдать правила остановки и стоянки транспортных средств. Без помощи никто не останется. Стало известно, как будут работать белорусские поликлиники и больницы в большие выходные. Учреждения готовы принимать пациентов 22 и 24 апреля по графику субботы, 25 по выходному, 29 числа по рабочему дню. Между тем, несмотря на уикенд, обеспечена непрерывность лечебного процесса. Служба скорой помощи традиционно будет трудиться в режиме повышенной готовности. С приходом теплосанитарная служба фиксирует активность клещей. Опасные паукообразные просыпаются при стабильной температуре выше 5 градусов. Под контролем специалистов лесопарковые зоны, парки, детские лагеря и санатории, а также пляжи. Следует соблюдать меры профилактики, выбирать удобную закрытую одежду и использовать средства защиты. Площадь загрязнений Беларуси после аварии на Чернобыльской АЭС сократилась вдвое. Радиационная обстановка в республике значительно улучшилась везде, за исключением Полесского региона. В этой местности расположено свыше 2000 населенных пунктов и проживает 945 тысяч человек. На их оздоровление и лечение до 2025-го будет направлено более 3 миллиардов белорусских рублей. И 1,6 миллиона российских выделит союзное государство. Только аргументы и факты в медицинском колледже состоялся зачетный разговор. С учащимися встретились депутат Палаты представителей национального собрания Игорь Завалей, а также белорусский философ, публицист и политический обозреватель Алексей Дермонт. Спикеры поднимали темы, которые касаются как ситуации внутри страны, так и внешней обстановки, особенно у границ. Говорили также о национальной безопасности и партийном строительстве. Вопросы, которые звучали, они актуальны, мы постарались ответить максимально компетентно из того, что мы знаем. Ну вот срез каких-то молодежных мнений, переживаний, тревог даже где-то, это то, что нам интересно, это то, с чем мы работаем, потому что есть определенные опыты и знания, мы должны, конечно, делиться с молодыми людьми. Подобные встречи помогают формированию так называемого мостика между властью и молодежью, что помогает в реализации молодежной политики, помогает объединяться молодежи и становиться более сплоченной и сильной нацией. Открыто, честно и прямо зачетный разговор состоялся и в механико-технологическом колледже. Как не стать жертвой фейков и научиться отличать правду от дезинформации? Не менее важную тему подняли Ксения Лебедева, специальный корреспондент агентства теленовостей Белотеля радиокомпании и председатель молодежного парламента при национальном собрании Никита Рачиловский. Во время встречи участники не только обсудили волнующие вопросы, но и обменялись мнениями. Рука помощи. Белорусский детский фонд проводит республиканскую акцию «Сады добра». Общественное объединение в год мира и созидания отмечает свой 35-летний юбилей. В это время большое внимание уделяется сиротам и детям-инвалидам. Благодетели передали с шести домам семейного типа из Бобруйска по пять яблонь, которые они уже посадили на своем участке. У нас воспитывается восемь детей разного возраста, и маленькие, и большие. И наша задача – научить их ценить то, что они имеют, научить работать и создавать что-то своими руками. Это уже даже маленькая традиция, потому что была у нас такая идея несколько лет назад. Мы подарили голубые ели в детские дома семейного типа, и даже в этом детском доме, мы видим, прижилась, растет. И уверены, что на Новый год когда-то случится чудо, она станет такая по размеру хорошая, что ее можно будет нарядить и сделать как праздничное дерево. Дом семейного типа – это альтернатива интернатам, где приемных детей, как своих, растят родители по призванию. Ключевая задача фонда неизменно – защищать права их воспитанников, оказывать им материальную, гуманитарную, медицинскую и юридическую помощь. Только смелым покоряются моря. Белорусское физкультурно-спортивное сообщество «Динамо» отметило столетие. Главная миссия организации – приобщение спасателей, милиционеров и военных к здоровому образу жизни. Они – пример для подрастающего поколения. Пели и плясали. Юбилейную дату «Динамовцы» отметили с размахом. В Театре драмы и комедии имени Дунина Мартинкевича атлетов поздравили местные творческие коллективы. Кукушечка, Шинана и Шоколад показали свои лучшие номера. Зрители, в свою очередь, одарили коллективы с щедрыми аплодисментами. На протяжении своей вековой истории Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» является символом успеха и спортивных триумфов. А лозунг «Сила в движении и единстве» олицетворяет стремление к победе. Городская структура уже сейчас состоит из 12 первичек, в которых линии спорта соединены 1600 «Динамовцев». Сегодня организация – это точка эффективного приложения сил и интересов 10 ведомств-учредителей. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...